Всем привет дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт и сегодня я вам расскажу почему же мой выбор все-таки iOS устройство, а не Android. Пожалуй начнем с того, что есть несколько причин почему за, но есть несколько причин почему нет, а эти будет нет как раз за Android. То есть первое, начнем за саму защищенность системы iOS, это скачивание программ только в App Store, что Android могут позволить себе скачать с интернета, но гарантий по пользованию результатом в целом работы приложений и системы нет. Следующее, это стабильная и нелагающая система, за исключением конечно iOS 11 и самих CR-Bet iOS, которые используются в тестировании, так как они совсем не готовы к общему пользованию, публичному. Дальше, это защита от вирусов, то есть смело можете пользоваться устройством Content 18 Plus и все остальное, то есть так уж сделано, что нам антивирус не нужен на iOS. Дальше, это есть особенность тех приложений, которые есть первооткрывателями по Animoji, AR, там портретные фото и всего остального, что еще является впереди, является iOS первооткрывателями. Следующее, конечно же, это дизайн, начиная от пятерки, пять тест и SE, это всеми любимый дизайн, который всем понравился. Но в дальнейшем стали все копировать, начиная опять же с семерки, восьмерки, десятки, эти все челочки и тому подобное. Поддержка практически всех обновлений по iOS устройствам. То есть, взять пример iPhone 5s, он вообще 2013 года, сейчас 19-й, уже более 6 лет поддерживается. И скорее всего еще и 13-ю ось поддержит. Поэтому, а Android устройства таким похвастаться не могут. Если обновиться какой-то там раз в 3 года, это будет очень нехорошо, они сразу же забывают об этом. То есть, за этим есть плюс. Но, вы сейчас начнете бомбить, скажете, да что ты вообще знаешь об Android устройствах? У них много других преимуществ. И даже есть те, которые не обладают iOS. И я вам скажу, да. Есть длительность работы устройства, возможность расширения памяти. То есть, и скачивание, опять же, тех самых игр, приложений, сторонних источников. Но, опять же, скачивание игр несет за собой, то есть, вирусы, торможения и тому подобное. На iOS устройствах такого нет. Расширение памяти, да. Отнесу плюс, так самое, как и батарею. Но, в целом, я вам скажу, все-таки, я предпочтительно более с шестью причинами остаться на iOS устройствах. А вы оставите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, либо же дизлайки. Пожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока.